Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семёнов. Межконтинентальный узел. Темп 1. «Что это они так резво?» — усмехнулся лейтенант Ельчук, наблюдая за тем, как от подъезда дома, где жил третий секретарь американского посольства, стремительно отъехали одна за другой по разным направлением четыре машины сотрудников ЦРУ, работавших в Москве, понятно, под дипломатическим прикрытием. «Такой фокус они исполняют второй раз», — задумчиво заметил Гречаев, неторопливо пристегиваясь ремнями безопасности. Судя по всему, гонка предстояла отнюдь непростая, с трюками. Первый раз это было в эпизоде, когда они прикрывали Трианона. По рации Гречаеву пришел приказ наблюдать за машиной вице-консула Саймонза. Рванули следом, затерявшись в тесном потоке машин. Полковник Груздев, дежуривший в ту ночь по центру, приказал также проверить, куда отправились все дипломаты — второй секретарь посольства Шернер, пресс-атташе Лайбл и представитель военной миссии Честер Воршелл. Сотрудники ЦРУ гнали по московским улицам, крутили как хотели, город знали отменно. Профессионалы высокого класса, молодцы, ничего не скажешь. Асы. Возле станции университет Честер Воршелл бросил машину под знаком, запрещавшим парковку, и стремительно побежал к входу в метро. В свою очередь Шернер резко затормозил возле телефона автомата на Трубной, неподалеку от ресторана «Узбекистан». Снял трубку и быстро набрал номер. Дождавшись, видимо, ответа, нервно нажал пальцем на рычаг и набрал номер еще раз, тщательно прикрывая спиной диск. Лайбл нигде не останавливался, хотя крутил по городу больше остальных. Вернулся в посольство, оттуда через два часа отправился домой. А Честер Воршелл на старом Арбате, возле того места, где ранее был антикварный магазин, позвонил из автомата ровно через две минуты после того, как кончил звонить Шернер. На этом операция ЦРУ закончилась. Декламаторы, редакторы тоже люди, они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.